Друзья, всем привет! Итак, на сайте AMD появилась официальная информация о новой видеокарте Radeon RX 590. Новые игровые возможности представляем Radeon RX 590. Давайте посмотрим, ну, вкратце, что они здесь пишут. Вот, высокая производительность для игр в 1080p при максимальных настройках. Никаких подвисаний и разрывов, только игра. Лучшие функции для геймеров. Ну, и давайте посмотрим, какие характеристики имеет данная карта. Ну, у меня есть табличка, которую можно посмотреть в сравнении с предыдущими картами. Давайте посмотрим. Давайте сравним с RX 580. RX 590. Итак, 580, Polaris 20, 14 нанометров, ядро. RX 590, Polaris 30, 12 нанометров. Потоковых процессоров то же самое количество. Производительность в терафлопсах у RX 580 было 6,2. У Radeon RX 590 7,1. Базовая частота ядра у 580 1257, у 590 1469. Ну, и тут мы сразу видим, что за счет уменьшения техпроцесса они увеличили базовую частоту ядра. В режиме Boost частота 580 поднимается до 1340, частота 590 до 1545. Ну, тут написано Memory Clock, но перепутано чуть-чуть. А, ну, все правильно. Memory, короче, память, объем и скорость памяти, частота абсолютно идентична. И здесь мы видим рекомендованную цену при продаже референсной карты. 279 долларов. Ну, берем в уме 300, потому что у нас на рынке вряд ли будет, по крайней мере, у меня в Беларуси точно дешевле, чем 300. Сомневаюсь, что появится, и когда еще появится, большой вопрос. Давайте посмотрим ее игровые характеристики. Итак, по сравнению с 580. В 3DMark FireStrike 590 набирает 16647 очков. RX 580 14918. 3DMark Time Spy 590 4805 4281 580. Итак, мы видим где-то примерно 10% 15. опережение 590 над 580. Ну, и тут есть сравнение с 1066-гиговой. В играх, вот в трех играх, где мы видим, что RX 590 8-гиговая опережает Nvidia GTX 1066-гиговую. Немного, но порядка тех же 10%, порядка 10%, а где-то, может быть, даже и меньше. Вот Fortnite 590 берет 83 FPS, я так понимаю, да. А 1066-гиговая 79. То есть, всего лишь тут на 4 условно FPS. А вот Overwatch, она даже проигрывает чуть-чуть. То есть, в игровых моментах она чуть-чуть быстрее. 1066-гиговой. И процентов на 10, процентов где-то примерно быстрее, чем RX 580. Давайте вернемся к моей прошлой табличке. И почему все-таки я считаю, что эта карта RX 590 на данный момент не для майнинга, друзья. Да, она, скорее всего, сможет майнить. Но, как мы видим, изменение техпроцесса, да, другое ядро, но, скорее всего, производительность вот этого террафлопса изменились только лишь из-за того, из-за повышения базовой частоты. Базовой и частоты в бусте ядра. Ядра память та же, и я думаю, что в майнинге данная видеокарта будет превышать 580 на тех же 10%, возможно, не более, если будет вообще. Ну, скорее всего, будет за счет ядра, но не больше 10%. Теперь идем к цене. Новая карта будет примерно стоить, рекомендованная у него цена 279 долларов, а будет она стоить порядка 300 долларов. Сейчас на вторичном рынке можно вполне себе уже почти купить по цене в 300 долларов 2,570 и даже 8-ми гиговых. Ну, вполне практически, даже, ну, если у меня конкретно в Беларуси, чуть-чуть переплатив, можно получить 2,570-х, 8-ми гиговых, которые практически не отличаются в майнинге от 580-х, 8-ми гиговых. И покупка одной RX 590 по цене 2,570-х даже плюс, даже 4-х гиговых выглядит крайне стрёмно. То есть, эта карта не для майнинга. Ее покупать сейчас при текущих курсах крипты просто безумие. Лучше, если уже хотите покупать и расширяться, то купить 2,570-х или 2,580-х, которые будут в вторичном рынке стоить ненамного дороже, чем 1,590-я. А ее 10-процентное преимущество над 580-й абсолютно нивелируется ценой. Да даже новая, новая 570-я сейчас стоит порядка, ну вот у нас, я смотрел, 200-210-215 долларов. Это почти на соточку долларов будет дешевле, чем 590-я. А прирост мы получим всего лишь, ну предполагаемый прирост 10%. Поэтому я считаю, что смысла покупать 590-й и собирать на них на данный момент, ну естественно, пока тестов никаких нету, но я предполагаю, что будет всего лишь 10% прироста. Смысла нету. Дождемся, естественно, тестов. Обязательно кто-нибудь выпустит тесты по тестированию в майнинге 590-го RX-а и посмотрим, если мои предположения оказываются верными, то в плане продажи майнерам она будет, ну скажем так, она провалится в продажах и майнеры ее покупать не будут. Да, возможно, это альтернатива в играх для 1066-ти гиговой, но при этом Nvidia выпускает, обновляет 1066-ти гиговую с новой памятью DDR5-X, которая, ну, должна уже обходить 590-ю. Ну, короче, это мое личное мнение, что, да, карта интересная, за 200 баксов интересная, за 300 – нет. Хотя и сейчас и за 200 баксов такая производительность с текущим падением курсов криптовалюты тоже такое себе удовольствие. Всем пока, друзья. Ну, а то, что вы думаете по этому поводу, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Всем пока.